Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня на ужин кричанки! Причем такие крупные. Рецепт будет в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте вы тоже, потому что очень вкусное блюдо. И еще плюс, оно никогда не было на моем канале. Я решила, почему бы нет. Давайте попробуем, приготовим. Потому что, к сожалению, у нас ничего не работает. Сейчас карантин. Последний день карантина. Уже завтра все. То есть мы суббота-воскресенье сидели дома. Потому что коронавирус развивается с такой скоростью, что это просто ужас. С понедельника все возвращается в свои круги. А пока что нам сказали сидеть дома. И я сижу без проблем. И давайте буду отвечать на вопросы. За какие качества не простила бы своего жениха? Многие, наверное, ответят просто за измену. Но это слишком банально, мне кажется. Естественно, за измену я, конечно, бы не простила. Но еще я выставляла в инста-историю. Там четыре парня, которые издевались над животными, устраивали бои. Их задержали. Это очень круто. Я считаю, что таких людей нужно наказывать. И когда посмотрела это видео, у меня просто, знаете, кровь из ушей. Вот настолько мне стало плохо после этого видео. Я поставила к себе в историю. В инстаграме, чтобы люди начали распространять это видео. И правоохранительные органы увидели, как люди издеваются над собаками. К чему я это? В общем, если бы мой молодой человек, мой жених, например, был бы одним из них, то я бы однозначно с ним бы рассталась. Если я вижу у человека жестокость, у меня сразу антипатия к этому человеку. Меня привлекает доброта в людях. Я себе увидела у человека, например, жестокость. А вот, например, он на меня один раз поднял руку. Ведь такие ситуации сплошь и рядом. И все девушки думают, вот, он изменится. У нас будет семья-дети, он станет другой. Но, к сожалению, в большинстве случаев люди не меняются. И, к сожалению, нам остается просто страдать. Следующий вопрос. Когда у вас в последний раз была ссора с парнем? Прям, знаете, таких ссор у нас не бывает. У нас бывают недопонимания какие-то. Так что прям скандал, два дня не разговаривать. Максимум, не знаю, мы можем час не разговаривать. И потом либо он, либо я набираю. Обычно он, потому что он мужчина. И еще потому, что он очень часто провоцирует какие-то такие ситуации. Например, как вчера. Ему не понравилось то, что я долго отвечала. То есть это не скандал. То есть это не драка. Вы меня плохо знаете. Я не позволю, чтобы мужчина меня обижал. Я сегодня во сне увидела такой странный сон, что мама начала читать мои биописки. Залезла ко мне в компьютер. Узнала, сколько я зарабатываю. Типа я от нее скрываю. На самом деле я от мамы ничего не скрываю. Мама знает до копейки, сколько я зарабатываю. Но почему-то во сне она не знала, и я от нее скрывала. Зачем, непонятно. Вот так вот, ребята. Давненько вечером не снимала мукбанки. Как-то даже, знаете, непривычно с таким освещением. Очень вкусно. Здесь гречка, мясо, морковка, лук. В общем, очень вкусно. Попробуйте обязательно. Я уверена, что вам понравится. Я сейчас снимаю мукбанк. Закончу, я тебе сразу напишу. Вот так вот. Говорили про него, а тут и он. Следующий вопрос. Думала ли ты, что достигнешь таких успехов на ютубе? Честно, нет. Я думала, что максимум, что меня ждет, это 10 тысяч подписчиков. И я всегда говорила сама себе и маме, что если у меня на ютубе будет 10 тысяч подписчиков, я уже буду считать себя полноценным блогером. И мне будет не стыдно говорить людям, что я блогер. До этого я как-то скрывала. Мне как-то было стыдно. Ну, когда стукнуло 10 тысяч, вообще, я могу так сказать, я быстро набрала свою аудиторию. Очень быстро. Представьте, что первые 100 подписчиков, по-моему, я набрала за месяц или за полтора. В общем, не было такого дня, когда у меня не было ни одной подписки. Всегда на меня подписывались. Это было безумно приятно и безумно мотивировало. Дело не в заработке. Например, в начале я 9 месяцев снимала видео и не получала ни копейки за это. Снимала, ну, максимум 2 раза в неделю. То есть не реже 2 раз в неделю. Представляете? Тут знаете, на что надо обращать внимание? Вот если вы занялись блогингом, вы сняли, например, видео. У вас, например, было 13 подписчиков. Ну, к примеру. Стало 12. Пошла отписка. Значит, вы не то снимаете. А иногда бывает закинешь видео сразу. Плюс 30 подписчиков. Я помню, я когда пошла работать в паспорт стол, первое, что я сказала, я блогер, у меня 34 подписчика. И они реально засмеялись. Мне как-то даже стыдно стало. Я подумала, зачем я это сказала? У меня же так мало подписчиков. Чего хвастаться там? Но меня взяли на работу. И в процессе того, как я там работала, мой начальник был в шоке, как у меня растут подписчики. То есть я пришла, было 34, я ушла оттуда. Это было как стажировка. И получается, что когда я уже уходила оттуда, через 3 месяца, у меня уже было, ну не помню, там 600 или еще больше подписчиков. И он был в шоке, как они у тебя растут, как на дрожжах. Я сейчас оборачиваюсь назад и думаю, как хорошо, что я это сделала. 3 ноября 2019, по-моему, года. А нет, 2018. Я создала свой канал. То есть моему каналу получается 2 года. Я даже думаю, каждое 3 ноября праздновать. Как свой день рождения, день рождения своего канала. Что вы думаете? Вот интересный вопрос. Мария задает. Мария, тебе огромный привет. Как должна вести себя девушка, встречающаяся с молодым человеком из Баку? Я вам так скажу, ребят. Например, азербайджанцы, которые живут в России, и они очень сильно отличаются от азербайджанцев, которые живут здесь. Мне кажется, больше чтят традиции именно азербайджанцы, которые живут где-то в России. Потому что в большинстве случаев это те азербайджанцы, которые переехали из деревень Азербайджана, а не из самого Баку. То же самое касается и меня тоже. Мы переехали, получается, в Россию из деревни. И поэтому у нас немного другое представление. Мой лично, например, да, если я одену какое-то короткое платье, он не против этого, он отлично к этому относится. Там какая-то кофточка, где пупок виден. Просто ровно. Вот если у меня будет друг-парень, вот тогда будет скандал. Или, например, кто-то мне написал из бывших одноклассников, одногруппников, там просто написал мне. Он сразу мне предъявляет, что какого хрена он тебе пишет. Вот в таких моментах он немножко, если честно, перегибает палку, но в плане одежды. Ой, никуда не ходи, сиди дома, не иди в клуб. Вот такого у нас совершенно нет. В общем, как-то так. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Да и дать я не буду, потому что я сытан. Как вы знаете, я себя не заставляю. Если я хочу 5 морожен, я ем. Если я не хочу, я наелась, я не кушаю до конца. Мне самой неприятно смотреть на блогера, который заставляет себя кушать. Мне кажется, это такой процесс, когда человек получает кайф именно от того, что он ест столько, сколько он хочет. В общем, на этом все. Всем желаю удачного дня. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Пока!